МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Торксины живы. Торксины живы. И до сих пор, вот мы живем в либеральном обществе, у нас есть магазины, которые торгуют по каким-то... Сейчас дефицита нет, да? Вот такого реального. Но есть магазины, где заоблачные цены, это та же самая валюта. То есть либеральное общество, которое, так сказать, живет на купле-продаже, она, вот главная цель, продать, сучить, там ты... То есть в принципе, в принципе, мотивации нет организовывать магазины с дефицитными продуктами. Дефицита, собственно говоря, вообще как такового не существует. Вот что ты хочешь, что у тебя в башке там появилось, и деньги ты можешь купить, по большому счету. Но идея до сих пор жива. Идея до сих пор жива, и она реализуется, реализуется в скачках, в скачках валютного курса. Это все на уровне правительства, там, на уровне каких-то там высоких чиновников, и так далее, и тому подобное. Я бы хотел сказать немножко не об этом, а рассказать одну частную историю. Меня зовут Дмитрий Войцетковский, который сейчас профессор и доктор наук, талантливый студент, который написал замечательную монографию. Он мне в 1995 году принес на лекцию дневник своего деда. Совершенно уникальная. Произведение. Во-первых, хорошая литература, а во-вторых, все очень там драматургично изложено. Деда звали Аркадий Осипович Демитчик. Демитчик. И вот он там в этой монографии прямо там дает целые фотографии из этого дневника. В общем, парень родился в Николаеве. Я жил на Левазовской улице. На Левазовской улице, по-моему, даже дом этот сохранился, потому что Левазовскую ее там, так сказать, почти не трогали. Да. Левазовская, так и называется, да. То есть это одна из немногих улиц, которые не переименовывались. Вот он жил на Левазовской. Его отец, когда ему исполнилось 12 лет, продал, еврейский портной, продал буквально в рабство какому-то лавочнику. Ну, парень оказался, так сказать, очень смышленый. Смышленый. Стал помогать в этой лавке, там скобяные товары. В конце концов, ему исполнилось 18 лет, он женится на дочке хозяина. Хозяин умирает. Хозяин умирает. Ему все это дело скобяное переходит в руки. Но парень на этом не останавливается. Он организовывает, организовывает на капиталы родителя, то есть то, что ему гонят, на приданное. Организовывает 4 фабрики в Николаеве, Элисаветграде, Херсоне и Одессе, которые выпускают фурнитуру для кавалерии, гонскую упришь, уздеечки, стремина там, ну и так далее, и тому подобное. То есть все, там по полной программе. Он становится очень бытромиллионером. Очень бытромиллионером. Начинается Первая мировая война. Он получает заказ от оборонного ведомства. И вообще, ну очень сильно поднимается. Затем, затем, в декабре 1916 года, у него, я не знаю, он действительно талантливый парень. Он берет все продает, все дело продает свое. Абсолютно все. Понимаешь? И аккумулирует, аккумулирует полученные средства в золото, в драгоценности, антиквариат. Все это там надежно прячет, надежно прячет. И через год революция, инфляция, гражданская война, все это рушится, все это рушится. А деньги у него спрятаны. То есть вот там валюта, там английский фунт, там и так далее, и тому подобное. Это из дневника. И вот он спасается за счет своего золота, он спасается от еврейских погромов Атамана Григорьева. То есть он там платит, там что-то там, не трогайте меня там. Он там спасается от дневникинцев. То есть он благополучно живет на своей Левадовской Николаеве. Вот этот дом. Надо будет, кстати, поехать посмотреть его. Но наступает военный коммунизм, военный коммунизм и советское правительство очень жестко регламентирует операции с валютой. То есть нельзя населению торговать ни золотом, ни драгоценностями, никаким антиквариатом. То есть все только через скупку государеву. А государева скупка государственная. Это, соответственно, по рублям еще не было золотого червонца тогда. И вот он две дочки у него там так сказать умирают с голода и он время от времени ходит в этой в этой скупке. Появляется в этой скупке. А скупка находилась сейчас я скажу это вот угол адмирала Макарова. Ну это пять углов. Вот там. И вот его засекает ОГПУ. А в 1921 году Совет Народных Комиссаров обязал свою тайную полицию то есть ОЧК и так сказать нарождающиеся ОГПУ за 10 дней набрать 2 миллиона валюты. То есть вот людей там так сказать у которых которые были потенциально содержателем содержателями так сказать или укрывателями золота. Их просто находили находили и так сказать выбивали это золото. Это все закончилось во время НЭПа. Во время НЭПа. то есть когда государство сделало валютную интервенцию в виде золотого червонца. И тогда Аркадий Осипович демильщик ожил. Он не поверил НЭПу. Он не поверил НЭПу. Он просто стал скупать добавочное золото. То есть он знал, что золото это так сказать это всегда золото. Это такой ликвид такой ликвид который никогда не умрет. Наступает 1930 год 1930 год появляются вот эти тарксины и опять начинаются голодные времена и он приходит в этот дом приходит в этот дом дает царский червонец ему насыпают 4 мешка муки дают масло подсолнечное спички еще что-то соль и так далее и тому подобное все самое примитивное он приходит второй раз третий раз четвертый раз его забирают ОГПУ то есть прямо чекисты его хватает в очереди он сидит его морет голодом на Лягина вот знаешь тут подвал мы с тобой снимали об этом передаче вот он там сидит в этом подвале его морет голодом в конце концов так сказать он на нужды пролетарского государства соглашается отдать брегет брегет 94 с цепочкой 94 грамма золота он соглашается отдать его отпускают его отпускают в 32 его опять задерживают в этой очереди в этом доме то есть он тоже пришел что покупать то что ну ну совсем плохо так сказать у жены опухли ноги как он там пишет там началась водянка там еще что-то там от голода его опять в этой очереди ловят и начинается такое вот там он описывает в своем дневнике его помещают в трамвай это вот тот же самый подвал ВПУ трамвай это так сказать жаргонное слово это когда набивает в камеру кучу народу они стоят так вот друг с другом кто-то умер в туалет не упускает кто-то умер кто-то живой и все вот этот слиз нечистот трупного запаха там ноги сходили с ума он это выдержал выдержал представляешь выдержал но когда-то сказать ему чекису показали избитую жену избитую жену и их так сказать сказали что вот сейчас унасилуют двух малолетних дочек он не выдержал и все отдал и знаешь что он отдал 18 килограммов золота 18 килограммов золота отдал 24800 английских фунтов отдал отдал я уж не помню там цифры какие-то но что-то в районе ну в районе 1800 каратов бриллиантов бриллиантов ну и отдал соответственно антиквариант весовый всю семью отправили в Тюмень на поселение то есть его выпустили отправили он в 57 году вернулся сюда в Николаев Николаев и через год умер то есть вот понимаешь вот это вот это вот только одна судьба такая а таких судеб было масса и вот коммунисты коммунисты и вообще те кто ностальгирует по советской власти они не любят вспоминать эту историю но эта история у нас сегодня повторяется и повторяется но она повторяется только по другому сценарию либерального общества сегодня мы имеем доллар 4 завтра мы имеем 8 послезавтра мы его имеем 37 сегодня мы имеем 20 кто за всем этим стоит либеральное государство удастся на Субтитры подогнал «Симон»